Продолжение следует... И в эфире Вин Вин Зум, номер 591. Тема сегодня. Рисуем счастье и свою мечту. Или как косметолог стала нутрициологом, энергопрактиком и специалистом нейрографики. Спикер Ольга Дильман, vk.com, нейрокоуч Дильман. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Ольга, ну вы пишете, рисую свою жизнь. И в этом, и там у вас в контакте рисунок, треугольник. И в этом треугольнике благодарность за все, что есть в вашей жизни, намерения и движения к результату. Раньше вы боялись треугольника, потому что в нем острые углы и конфликты. Но это и есть, да, вот сейчас уже я свою мысль продолжаю. Там, где наши страхи, там, где мы боимся будущего, туда нужно идти. Расскажите, почему в нейрографике этот треугольник? Да, где страхи, там наше развитие. Да, почему страхи, это треугольник? Страхи, нет, треугольник, это не совсем про страхи. Треугольник, это энергия, направленная на достижение результата. Вот это треугольник, конфликтная фигура. И когда мы начинаем ее включать в наш алгоритм, есть определенный алгоритм нейрографики, то через конфликт мы приходим к результату, через какие-то препятствия. Например, человек рисует повышение дохода, а потом в процессе жизни, ну там, какого-то периода, его увольняют с работы, он говорит, вот это да, типа, я чего-то тут вообще не так нарисовал. А потом поступает в положение. А это и есть, правильно, да, освобождается место для будущего. Да, да, а вот этого человек боится. И, ну, объясняю человеку, что не надо бояться, все в этой жизни для лучшего. То есть, когда мы проживаем какие-то трудности, это все во благо наше. Вот здесь вступает в действие синхроничность. Я сейчас изучаю разные технологии личностного роста, в том числе всякие эзотерические, классические, западные книжки и так далее, или аудиоподкасты. Что такое синхроничность? Это когда мы, наконец-то, набираемся смелости идти по своему пути и соединяемся с ним сверх-я, то синхроничность, то есть реальный мир, который мы сами творим, кстати, про это поговорим, как это объясняет нейрографика. Реальный мир, который отражает всего лишь наше внутреннее, он начинает нам посылать людей обстоятельства, которые будут способствовать нашему личностному росту. Расскажите, как нейрографика понимает связь между тем, что человек нарисовал, и его реальность, потому что она прямая? Смотрите, нейро – это, так скажем, часть… Нейрографика занимается формированием новых нейронных связей. Смотрите, у нас есть подсознание, где чаще всего находятся наши программы, они разные. Есть позитивные, которые помогают нам, да, как говорится, ты по своей дороге, по своей судьбе идёшь и получаешь всё в лёгкости и радости. А есть негативные программы, которые нам мешают получить желаемое, истинное своё желаемое, именно потому что формируются вот эти вот страхи, через которые человек не может самостоятельно перешагнуть, да. И вот эти вот страхи – это тоже нейронные связи в нашем подсознании, в нашей голове. И когда мы начинаем рисовать, рисуем по определённому алгоритму, то есть не просто так сели порисовали, да, мы задаём намерения, мы определённые моменты совершаем, да, нейролинии, которые выражают наши мысли, все пересечения, идут округления. И вот когда мы начинаем вот эту вот работу выполнять, у нас в голове вот эти старые негативные программы, они уходят. То есть мы как с психологом работаем, но мы работаем маркер, лист и ты сам, да, со своими намерениями, со своими мыслями. Вот, и образуется новая нейронная ситуация, связи. А что такое новые нейронные связи? Это новое мышление, мысли, они первичны, да, как говорится, они формируют нашу жизнь. Мысленно-позитивные, и вот эти вот новые нервные связи нам помогают изменить нашу реальность. То есть к нам в процессе жизни уже начинают присоединяться, вот опять же говорите, какие-то создаются условия для того, чтобы наша жизнь стала лучше, да. То есть если мы тему деньги рисуем, то нам выступают какие-то предложения. Может быть у нас премии по работе идут, да. Может быть у нас какой-то подарки нам дальше больше дарят, да. То есть изобилие какое-то привлекается в жизнь. Вот так работает нейрографика. То есть, как вы пишете, новые нейронные связи необходимо закреплять, чтобы менялись мысли, а как следствие наша реальность. Доказано, что мы формируем свою жизнь своими мыслями. Вот действительно все ведущие как бы источники по личному просто нам говорят о том, что всю жизнь нас неправильно воспитывали. Нам говорили, что реальность первична, а наше сознание вторично. А теперь последнее достижение в квантовой физике говорит нам об обратном, что первичны наши убеждения сознания и вообще вселенское сознание. И из сознания родилась вселенная. И физическая реальность – это всего лишь продукт вот этого вселенского сознания. И в частности нашего сознания. И что это значит? Это значит буквально, что каждый из нас творит реальность, хотя бы начиная с нашего окружения. Даже если вот не верить в эту теорию, хотя бы, предположим, да. Но посмотрите, все, кто нас окружают, это и есть как бы зеркало того, как мы себя воспринимаем в мире, да. Измени свое, как бы… Измени себя и изменишь мир вокруг себя. Да, измени свое убеждение, потому что только через убеждение мы можем начать действовать, да. Вот, свою веру, что ли, да, в мир. И мир изменится вокруг тебя. И вот эта, казалось бы, простая, но волшебная мысль, она кардинально меняет наше отношение к жизни. А вы ведь многие годы были косметологом. И раньше вас знал по предыдущим интернетовым проектам, встречал вас, да, вы были косметологом. Как в вашей жизни появились новые грани? Я вообще не была, я и осталась косметологом, потому что… Вы были только косметологом. Да, была только косметологом. Ну, смотрите, вот за период, когда мы с вами встречались, да, сколько лет, пять прошло, я подключила к своим навыкам еще энергопрактики. Это из серии Аксесс Барс, телесные процессы, там, фейслифт. Это работа с энергиями через руки, с клиентом. Аксесс Барс часто встречается, я вижу, да, кто-то у меня упоминал уже с моих героев. Напомните, что это такое? Аксесс – это доступ, барс – это вот такие… Доступ через, да, бары, бары – это 32 точки на голове. То есть мы определенным образом ставим на голове руки, пальцы на определенной точке и тем самым тоже работаем с подсознанием, разгружаем, убираем. Это откуда пришла практика? Это американская методика. Не восточная? Нет, это Америка. И я это подключила в работу. Плюс сейчас у меня девчонки мои рисуют еще и гармонию. То есть некоторые просто приходят на рисование отдельно. Девчонки имеются в виду ваши клиентки? Мои клиенты, да. И какое-то вот получается комплексное воздействие на личность. И я вижу, как девочкам это нравится. Они меняются, у них по-другому идет жизнь. Ну и еще нутрициология через сетевые компании – это тоже часть вашей жизни сейчас? Это атомы. Ну вот человек, он же целостный. То есть не однобокое какое-то воздействие. Мне хочется вот с человеком поработать в целом. Я знаю и понимаю, что внешняя красота – это отображение внутреннего здоровья. И поэтому, когда начинаешь подключать еще и нутрицептики, БАДы, у человека решается проблема не только на уровне внешности, да. То есть оздоравливается организм. Плюс БАРы и нейрографика меняют подсознание. То есть вот человек по-другому себя начинает в этой жизни проявлять. Как в вашей жизни проявилось? Вот у вас еще, кстати, есть же телеграм-канал, называется «Рисуем свою мечту». Там у вас слово ключевое, да, про нейрографику, что это океан возможностей, только применяй и меняй с большой буквы. Меняй, то есть, да. Меняй, применяй и меняй. Так менять что надо? Менять надо в голове свои мысли. То есть менять… Так вот, что изменилось в вашей жизни, что в вашу жизнь пришла нейрографика? Нейрографика вообще меня зацепила больше двух лет назад. Я была и подписана на блогера «Миллионник» Анастасию Анисимову. Она волшебница. Про Павла Пискарева тогда вы еще не знали, да? Нет. Павел Пискарев – это самый известный в России, да, вот автор метода вот этого. Так вот, все через нее и началось. Она начала учиться у Павла Пискарева на курсе инструкторском и в своем блоге вот начала какие-то рисунки выставлять. Меня это зацепило, и я погрузилась в эту тему. И потом она, поскольку уже получила диплом инструктора, она могла уже давать в своем блоге какие-то курсы пользователя, специалиста. И через нее я начала вот эти вот применять алгоритмы. Рисовали мы и у нее бесплатные есть доступы, и платные. И я видела, насколько нейрографика мне помогает в своих целях. То есть если я рисовала алгоритм деньги волшебным образом, девчонки там дополнительно ко мне приходили на услуги, и чек поднимала я, да, вот. И я видела, что нейрографика работает. Я сгармонизировала отношения с мужем. Определенные алгоритмы, вот есть у нас нейролотос, два-три рисунка, и у нас в доме совершенно поменялась атмосфера. Каким-то волшебным образом я перестала кошмарить своего мужа. Он перестал реагировать на какие-то мои... Или я по-другому стал себя вести. Вот. И еще у меня начали сбываться быстрее мои поставленные цели, да. Ну, мечты, намерения. Вот. Опять же, волшебным образом находились деньги на поездку куда-то там вот на Академию Успеха, вот в Атоме, да, когда нутрициологию подключают, да. Вот. Ну, то есть вот по мелочи, по мелочи, а это все происходит легче, быстрее, радостнее. И без напряжения у меня жизнь такая встала, как я ее называю, в потоке. Но хотелось бы, чтобы этот поток был более изобильным. Вот и рисуем. Ну, вот этот поток, синхронность, да, когда нам Вселенная посылает что-то новое, он начинается только после того, как мы по-настоящему доверимся этому потоку, не будем бояться, что у меня не будет на что покушать и где и с кем, да. И одновременно поймем, в чем наш главный интерес жизненный, главная страсть. То есть, как бы, вопрос в том, чтобы, точнее, задача в том, чтобы начать заниматься тем, что по-настоящему интересно, да, а не что приносит деньги, потому что иначе это будет поход в другую сторону, да. Вот. Вот я говорю, что жизнь стала через легкость какую-то идти. То есть, со стороны, Ольга, кажется, что это не совсем интуитивный шаг. Кажется, ну, косметология, как бы так, давнишняя, так сказать, клиент вся найдутся, а нейрографика не для каждого. А оказывается, у вас все это дополняет, да? На самом деле, нейрографику для каждого просто надо донести. Некоторые люди, они к этому относятся, ну, к моему, например, сначала. Ну, эзотерически такой, да? Да. Говорю, ну, ладно, рисуй себе, рисуй. Вот. А потом, когда я ему показываю, например, есть у нас алгоритм SOS на быстрые деньги. Нарисовала, и там буквально через сутки, может быть, пораньше, ну, вот, идёт поступление денег. Он говорит, ну, нормально. В общем, вот. Он скажет, совпадение. Совпадение? А вы скажете, не думаю. Да, это, я знаю, что это не совпадение, потому что, ну, не может таких совпадений постоянно быть, да? То есть, это уже другой уровень. Вот в программе, я тут посмотрел у Павла Пискарёва, там у вас специалист нейрографики, это второй уровень, да, после первого. У вас там в программе много разных алгоритмов. Алгоритм шаманский дождь, алгоритм нейродрева, алгоритм нейролотос, алгоритм доброснег, распаковка смыслов, 10 принципов нейрографики. Кстати, какие самые ваши любимые там, если помните что-то наизусть? Алгоритмы. Нет, принципы, 10 принципов нейрографики. А, там это специфические такие термины. Значит, лист не имеет границ, то есть наше сознание, это вот оно безмерно, безгранично, как Вселенная, да? В природе нет чётких, в истинной природе нет чётких прямых линий, то есть нейробионические линии, то есть как река течёт, да? Потом верхушки гор, это же не прямые там линии, да? Нет чётких углов 90 градусов, всё как-то плавненько. И вот в нейрографике точно так же. Потом, когда мы рисуем округление, вот эти все пересечения, мы тем самым работаем с нашим подсознанием, работаем и формируем новые нейросвязи. Вот, потом круг, это гармония, то есть всё, что хотим сгармонизировать, у нас на рисунке вот это вот круги. Все острости мы скругляем, ну то есть вот там вот такие специфические... А возвращаясь к треугольнику, вообще по некоторым источникам треугольник, точнее пирамида, да, ну то есть тетраэдр, как он называется там, в пространстве. Вообще по некоторым источникам сама Вселенная состоит из двух таких пирамид, поставленных друг на друга плоским основанием. То есть пространства и времени нет, Вселенная устроена по-другому. Ну это сложный, интересный вопрос, но смысл в том, что если нет ни времени и пространства, а всё происходит здесь и сейчас, то... А вторая как бы, вторая мысль из того, что я вычитал в умных разных книгах, что наша душа бессмертна, мы так про это знаем, догадываемся, да, все. И нам всего лишь снится эта физическая реальность, это наше испытание очередное, да, это как бы наш очередной курс, который мы проходим, вот. То, как бы, это означает, что мы уже находимся в сказке, мы уже находимся в компьютерной игре, в которой всё возможно в компьютерной игре, а нейрографика всего лишь подчёркивает это, да, что как бы мы сами, режиссёры своего этого фильма, продолжите эту метафору, что мы режиссируем свою жизнь. Да, мы режиссируем, мы рисуем её, смотрите, сейчас очень популярно. Режиссёры рисуют, когда они придумывают фильм, они сначала делают, как называется, разработку этих кадров, да, чтобы показать оператору, что должно быть, вот. Смотрите, вот мы сейчас в точке А, да, это вот наше исходное, что мы имеем. Мы можем мысленно перенестись в точку Б, в желаемую, да, то есть создать, вот, опять же, как режиссёр, да, создать там картинку, там, где комфортно, где качество жизни другое. Хотим и захотеть это как бы сильно-сильно, и когда мы начинаем рисовать нейрографику, то мы в эту точку Б приходим быстрее. Более того, источники нам говорят, что всё, что мы можем себе представить, оно уже существует как бы в параллельных версиях нас и Вселенной, а их миллиарды. Соответственно, как бы наша реальность, это всего лишь переход из одной параллельной версии в другую. Мы сами выбираем себе следующую, как бы, реальность. И в этом смысле, если вы себе это готовы представить, а нейрографик помогает вам это сделать, да, визуализировать, оно уже существует. Времени и пространства нет. Вопрос, Ольга. Дальше какой следующий шаг? Человек нарисовал себе под вашим руководством. Как он понимает, что это работает? Есть какое-то следующее упражнение, через неделю, через две, да, чтобы человек закрепил, посмотрел, что уже осуществилось? Смотрите, ага, нейрографика, это как бы расширение сознания, вот говорят, у каждого человека есть своя финансовая емкость, да, то есть цифра больше его финансовой емкости. Те убеждения, которые не позволяют ему расти выше, да. Да, да, мы, формируя новые нейронные связи, вот это вот все расширяем, то есть мы человека делаем более емким. Как он может понять, что нейрографика начала работать, да, смотрите, либо уходят люди из окружения, те, которые, ну, не приносят ему пользы, да, потом приходят люди с предложениями, какие-то поступают... Синхрон, синхроничность начинает работать. Да, что тебе, что вот тебе туда надо пойти, вот, тело начинает отвечать, что ему действительно туда надо идти и встречаться, и разговаривать там, или себя как-то проявить, ну, то есть вот я ему могу помочь в этом разобраться. Я имею в виду, есть ли у вас там, например, сеанс через месяц, чтобы человек еще раз нарисовал то, что уже осуществилось, чтобы понять? Я предлагаю, вот для закрепления одного рисунка мало, но нужно закрепить новые нейронные связи, чтобы результат уже, как говорится, был стабильным. Нужно рисовать кейсом, как часто? Я рисую практически каждый день. Просто говорят, что новый навык физически закрепляется через три недели, ну, минимальный срок, да, наверное, тоже то же самое здесь, да, через несколько недель уже можно увидеть, что все начинает работать. У кого-то быстрее, я говорю, вот есть алгоритмы SOS, как-то Вселенная начинает нам маячить, и через сутки, через трое уже результат у человека начинается. Ну, если это сделать еще образом жизни, чтобы человек сам что-то себе рисовал, да, то есть это, по сути дела, медитация, визуализация себя. То есть, если я каждый день помню о том, что я сам творю вокруг себя реальность, то и визуально это закрепляю, то как бы я об этом и помню, это перед моими глазами висит, да, на кухне, например, да, или где? Где у вас висят ваши рисунки? У меня висит мандалорода перед глазами, тоже это не такой алгоритм, а так у меня рисуночки лежат в папке. В принципе, когда мы нарисовали, мы уже сделали большую работу, и сам по себе рисунок уже ничего особо не значит. Если он красивый, я его оставляю, а если не очень, то можно убрать. То есть, мы проработали, как сходили к психологу, сессию провели, все, в принципе, она работает. А мандалорода, ну вот как напоминание, она у меня красивая и висит перед глазами. Ольга, сформулируйте в нашей рубрике правила жизни и бизнеса, как, вот именно в вашем кейсе, как нейрографика вписывается в ваши другие, как бы, составляющие вашей личности, косметологию, нутрициологию, энергопрактику, 1, 2, 3. Ну, я считаю, что нейрографика мне помогла, во-первых, проявляться более гармонично, сделать свою жизнь наполненной, плюс через нейрографику я работаю с повышением уровня дохода, с привлечением новых клиентов. Через нейрографику у меня пришли новые люди в мое окружение, и через нейрографику сейчас я коллаборирую с другими девчонками, мы проводим совместные медитации, там свечи делаем. Ну, то есть моя жизнь стала более наполненной, интересной, такой девчачьей энергией наполненной. Как пишет Павел Пискарёв, мы рисуем не просто картинки, да, Каждая это решение индивидуальной задачи в процессе рисования, который фрагмент психического гармонизируется и связывается с целым. Вообще Павел Пискарёв это уникальный человек, и когда его начинаешь слушать, там, ну, он говорит все простые вещи сложным таким академическим языком, и его несколько раз переслушаешь, но у него такие бывают глубокие-глубокие мысли, и прям это как кладезь, кладезь философского жизненного. И вообще инструктор нейрографики, там у них на сайте называется, специалист по разработке и проведению обучающих проектов и программ для бизнеса и саморазвития. Вот, это не просто рисование. Сформулируйте, Ольга, в двух словах буквально вашу миссию сейчас. Это для моих героев не так-то просто часто. Моя миссия, во-первых... Нет, а нужно два слова, буквально два слова. А, два слова. Сделать мир лучше. Это три. Великолепие во всем. Это тоже три. Ну, прям задачка у меня здесь. Ладно, да. В два слова, не знаю, рост качества жизни, например, тоже три. Мозг скрипит. Ну, я жду. Ну, рисуем счастье тогда. Рисуем счастье вместе с Ольгой Дельман, nvk.com, нейро-поуч, Дельман и свою мечту, как в телеграм-канале, или как косметолог стал нутрициологом, энергопрактиком и специалистом нейрографики. Ольга, спасибо, удачи вам. Спасибо большое. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.